Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлип, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорнии. И сегодня мы с вами продолжим нашу тему про travel-документ. Еще раз напомню о том, что я являюсь специалистом по заполнению иммиграционных форм. Я не адвокат и предлагаю услуги только по заполнению форм. Вся информация на моем канале носит информационный характер. Сегодня хочу ответить на вопрос одной девушки, которая у меня спросила, что она подала на грин-карту и, к сожалению, ее грин-карта рассматривается уже больше двух лет. И она у меня спрашивает, мне сказали, что я могу сейчас отправить документы и не платить за travel-документ. На самом деле это так. Как всегда, мы с вами обращаемся к сайту USCIS. И я нахожусь на страничке, где написано I-130 Application for Travel Document. Мы идем с вами Filing Fee. Это значит госпошлина, сколько нужно заплатить. И у нас идут категории для Reentry Permit, для Refugee Travel Document и Advanced Parole. И здесь идет категория Advanced Parole Type-D, 485 и 821 пока в рассмотрении, гуманитарный пароль и гуманитарный пароль дальше. Значит, если мы с вами спустимся вот сюда и вот тут у нас написано. You don't need to pay any additional fee, for form I-131 if. Значит, они говорят, вам не нужно платить дополнительную госпошлину, если вы заполняете travel-документ типа B или D и вы отправили свою форму I-485 вместе с госпошлиной и ваша форма I-485 находится в рассмотрении. Значит, у нас девушка подала на грин-карту. Она заплатила госпошлину. Грин-карта ее еще в рассмотрении. И в данной ситуации ей сказали правильно, что она не должна платить госпошлину для того, чтобы запросить еще раз свой travel-документ. И это означает, что она собирает эти документы, заполняет форму I-131 и отправляет без госпошлины. Опять-таки, при условии, что она заплатила госпошлину, она заплатила, и ее форма I-485 находится в рассмотрении. Для тех, кто отправлял свою форму I-485 и запрашивал освобождение от госпошлины, в частности, вы заполняли форму I-912, к сожалению, к вам это не относится. Вам нужно будет заплатить госпошлину, потому что, еще раз повторюсь, они говорят вот здесь, если вы отправляли свою форму I-485 с госпошлины. Так что, имейте в виду, друзья, если по каким-то причинам ваша грин-карта рассматривается очень долго или по каким-то причинам вы отправили свою форму I-485 для получения грин-карты и не запрашивали travel-документ, на данном этапе у вас есть возможность запросить travel-документ бесплатно, пока ваша грин-карта находится в рассмотрении. Я надеюсь, эта информация была для вас полезной. Еще раз хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм и инстаграм-канал. Пожалуйста, переходите туда, подписывайтесь, потому что я там веду очень активную работу и отвечаю на вопросы своих подписчиков. С вами была Зара Гудреб, иммиграционный консультант из города Сан-Диего. Мы остаемся с вами на связи и всем легкой иммиграции. Продолжение следует... Продолжение следует...